С возвращением в шоу! Мы находимся в MicroStrategy World 2024 в Лас-Вегасе, и сейчас со мной исполнительный председатель Майкл Сейлор. Всегда рада с тобой пообщаться. Мы недавно разговаривали с тобой, так что сегодня по лайту. Сейчас мы обсуждаем темы биткоин для корпораций, и очевидно, что пионером этого вести является MicroStrategy. Уже на протяжении четырех лет с момента изменения своей стратегии, расскажи мне об этом путешествии, чему ты научился и почему. Так важно обсуждать темы биткоин для корпораций на мероприятиях типа этого. Знаешь, есть много великолепных конференций по биткоину. Иногда они проходят в индивидуальном порядке, а иногда они становятся создателями политик. Некоторые расселены на разработчиков, но мы, как компания, обладаем уникальным опытом по биткоину. Так что на такой конференции мы целимся на решение вопросов от корпораций. Неважно, говорим ли мы о руководящем персонале, намеренных включить биткоин в свою стратегию. И вот почему мы приняли решение спонсировать такой вид конференций раз в год. И это наша третья конференция биткоин для корпораций. Я знаю, что ты много разговариваешь с руководителями компаний о вопросах по биткоину. Почему многие из них не пошли по пути MicroStrategy? Им следует посмотреть на цену ваших акций, верно? Так почему этого нет? Что ж, знаешь, есть некоторые личности, которым нужно поговорить с одним-двумя людьми из близкого круга общения, чтобы прошли исследования и решение было принято. Но есть частные компании, и иногда у них имеется лишь один инвестор и один-два топ-менеджера, принимающих решения. Или даже есть те, у которых может быть один-два человека из юристов или финансистов. Но когда речь идет о публичной компании, то для них принятие такого решения требует принятия в расчет вопросы, которые будут поступать от финансового департамента, от юристов, от отдела по технологиям, от высшего руководства. И много вопросов от совета директоров. Будут вопросы от внешних аудиторов, а также от внешнего юрист-консула. И только после того, как они приведут к одному знаменателю интересы всех, а также от людей, которые зададутся вопросом «А что?» по регуляторам. В Британии. Они ведь отличаются от французских, и от японских, и от американских. Так что большим отличием является вся эта корпоративная связка. И скажем, компания прошла весь этот путь и достигла консенсуса. По всем этим отделам, юристам, директорам, ключевым участникам из профессиональной области. Но затем поднимаются вопросы от акционеров. Это могут быть держатели публичных акций, а могут быть публичные кредиторы. И если у тебя есть кредиторы, частью долга может обладать банк, частью обладатели облигаций, и частью даже акционеры, имеющие акции. И проблема заключается в том, как я со всеми это все обсужу и достигну консенсуса. Так что обычно у корпорации, получается, столкнуться с очень большим количеством проблем. У них гораздо больше элементов, требующих соприкосновения. И они не только берут в расчет возможные последствия принятия этого решения, но также учитывают и так называемый эффект волн на 2, 3 или даже 4 уровня в глубину. Например, если мы делаем это, то что подумают о своих решениях у нас партнеры наших самых крупных инвесторов? И возможно, они смогут убрать таких 2-3 шага по сравнению с нами. Но еще им нужно принимать во внимание не только эффект волн. Например, эта компания поддерживается вот этой компанией, которая поддерживается с штатом Калифорния. Им также нужно принимать во внимание о том, что произойдет через 10 лет, если мы войдем в новый для нас бизнес. Как сейчас повлияет на потом. Таким образом, корпорации по своей природе движутся медленнее. Они требуют большего консенсуса. И все это тебя может немного удручить. Но есть японская, а может и китайская фраза, звучащая вот так. Хочешь пройти быстро, отправляйся один. А хочешь пройти далеко, отправляйся вместе. Но как только компания пришла к общему знаменателю, она может инвестировать сотни миллионов, миллиарды. Она может 10 миллиардов долларов капитала в это, сделав результаты выгодными миллионам, десяткам и даже сотням миллионов людей. Так что это не только лишь или-или, а речь про более крупные инвестиции, целью которых достижение лучших результатов. С учетом проблем, о которых ты сейчас рассказал, почему крупнейшие корпорации должны принять биткоин-стратегию, как сделали вы? Что ж, есть две основные причины. Первая причина — это PNL. Биткоин является первой в мире наилучшей цифровой системой взаиморасчетов, сетью цифрового мониторинга, сетью цифрового доверия. И мы собираемся провести одну сессию, где буду выступать я и Дэвид Маркес, где я буду рассказывать об объединении десятков компаний в сеть Lightning для быстрых, экстремально дешевых взаиморасчетов. Поэтому, если вы являетесь компанией и вашей целью перемещения средств со скоростью света, или же вы хотите внедрять новое поколение интернет-приложений, используя интернет-денег, то в этом вы должны быть заинтересованы. Мы сейчас находимся в первом году корпоративного внедрения интернета денег. И аналогично тому, как в 1994 году, в первом году распространения интернета, вам следует это сделать, если вы хотите оставаться на передовом рубеже цифрового трансформирования. Второй причиной, почему это нужно корпорациям, является то, что весь мир пытается побороть проблему затрат на капитал. Себестоимость капитала около 12%. И большинство капитального актива использует облигации. И эти облигации в очень редких случаях дают прибыль больше 3%. Поэтому все эти финансовые портфели, куда-либо инвестированные, в целом приносят минус 9%. Отрицательный реальный доход. А биткоин обеспечивает позитивный реальный доход. И за последние 4-5 лет это составляло 40-50%, что составляет четырежды себестоимость капитала. Но это даже 2x такой себестоимости волшебство. И даже равенство себестоимости капитала. А если ты просто можешь инвестировать свой капитал под 12% и обеспечить 12%, твой капитал не будет растворен по акционерам. Так что биткоин представляет возможность ПНЛ для технологического лидерства. Он также представляет возможность для баланса компании привлекать капитал, защищать капитал, обеспечивая доходом акционеров. За прошедшие несколько лет мы прошли несколько важных вех. Движения в сторону институционалов, принимающих биткоин. Недавно были одобрены ETF. Меняются правила отчетности. Как ты думаешь, ожидает ли нас еще какой-то катализатор, за которым нам следует приглядывать, который может в конце концов уговорить эти большие компании принять биткоинного накопления? Да, я думаю, что январь 2024-го стал началом периода, когда корпорации начали распространение и принятие биткоина. И первым большим катализатором стал SEC, одобривший ETF для спотового биткоина. Вторым крупным катализатором должен стать отказ SEC по всем другим криптоприложениям для спотового ETF. И весь мир находился в ожидании того, что запретят ли регуляторы биткоин. И мы ответ получили – нет, не запретят. После чего следующим сопротивлением будет копирование этого прецедента. И когда мы воочию увидим отказ регуляторов заявок на одобрение копий, то есть других криптоактивов, то мы уверенно поставим галочку – он не будет запрещен и не будет скопирован. И обычно, когда люди… Если ты принимаешь решение, инвестировать ли самый высокий в мире небоскреб, сотни миллионов долларов, и кто-то говорит тебе, что ж тебе нужно использовать, или сталь, или же ты должен использовать бронзу. И ты спрашиваешь, а что нужно использовать? И получаешь невразумительный ответ, где, может быть, правильным выбором будет бронза, ведь сталь не держит, а может быть, правильная сталь, а бронза не держит. Это приводит к параллельному выполнению большого корпоративного проекта. Но когда он завершается, и ты понимаешь, что правильным является сталь, и нет второго лучшего решения – металла для структурного гражданского инжиниринга. Как только ты приходишь к этому моменту, проект закончится быстро. Для корпорации все становится ясным, ей нужно стоэтажный небоскреб. Но они не хотят оказаться парализованными неправильными решениями, вызванными неверными решениями. Так что я думаю, что критичным катализатором станет не только лишь принятие регуляторами возможности работы институционалов с биткоином, как с активом, но также и отказ регуляторов по всем альтернативам. Что ж, ты много говоришь на тему того, насколько много ясности и уверенности регуляторов о биткоине. Но должна тебя спросить, похоже, что все-таки есть некоторая неопределенность по различным аспектам биткоин-активности. Многие люди задаются вопросом, что определяет бизнес по переводу денег. Как много информации должна предоставить компания по созданию кошельков по своим клиентам. Похоже, в сообществе возникает противоречивое настроение. Будут ли защищены аспекты отношений peer-to-peer? Будет ли защищена конфиденциальность? И всегда в США ощущается очень взвешенный консервативный подход к биткоину и его место в более крупной традиционной финансовой системе. Это не игра с нулевыми ставками, ведь здесь все симбиозно, и все из нас здесь могут получить выгоду, верно? Можешь ли ты поделиться с нами мыслями на этот счет? Потому что похоже, что сомнения остались, судя по заголовкам и действиям правоохранительных органов. Да. Что ж, я думаю, если мы вернемся к самым первоистокам, когда десятки и десятки корпоративных клиентов, будучи законопослушными юридическими лицами, желающими интегрировать сеть Lightning для обеспечения мгновенных и бесплатных взаиморасчетов, то каждая из этих компаний, оперирующая в совершенно разных странах и имеющих полный набор разных регуляторов, они обладали совершенно разными миссиями. У одних цель была криптообмен, у других — крупного масштаба банк. Одни, например, занимаются крупными переводами денег, а другая компания, возможно, занимается электронной коммерцией. Но причина, почему нам нужно вовлекать корпорации, в том, что корпорации могут обеспечить большую массу юристов, массу финансистов. Они могут использовать очень дорогую бухгалтерскую систему. И эти системы, знаешь, будут в обычной ситуации обеспечивать создание системы соответствия законам. Возможно, штат за штатом. Может, страна за страной. Правила о ведении банковской системы, правила передачи средств в Британии, возможно, будут отличаться от Франции, будут отличаться от Калифорнии. Так что я думаю, то, что мы увидим в ближайшие четыре года, это прогрессивное распространение биткоина набором банков, набором самых разнообразных корпораций, находящихся в каждой крупной стране. И эти правила, касаемые переводов, будут развиваться в каком-то случае ясным, а в каком-то случае не очень путем. Где-то они будут противоречивыми, а где-то они будут очень неясными и непонятными. Я не думаю, что в течение четырех лет мы получим ответы на все вопросы. Но считаю, что через четыре года мы достигнем гораздо большей ясности, чем сейчас. И эта ясность в определенной степени будет благодаря приходу крупных компаний в криптопространство. Например, успех ETF BlackRock и Fidelity ускорит ясность, связанную с тем, может ли NASDAQ или другие биржи торговать опционами. И того, когда они смогут торговать опционами. Ведь уже в этом направлении имеется интерес того, будет ли Нью-Йоркская фондовая биржа работать 24 на 7. И это было создано криптоэнтузиастами. Поэтому я считаю, что мы с вами увидим эволюцию компаний традиционных финансов. Я уверен, что мы увидим с вами много лобби в направлении более точной регуляторной ясности и юридической ясности. А также мы увидим множество нового, созданного компаниями новых цифровых активов. А также операторы и компании традиционных финансов и традиционного бухгалтерского учета будут модернизировать системы, чтобы обеспечить и поддержать эту новую экономику биткоина. Это потребует много денег и много бухгалтеров и юристов. А также много размышлений и иногда. И из-за этих действий, я думаю, мир станет намного лучше. В последнее время я много слышу о токенизации. Как ты думаешь, реальные активы мира будут токенизированы в биткоине? Я думаю, что вопрос о том, что происходит с токенизацией, является политическим вопросом. Мы должны получить правила работы с цифровыми активами, которые будут приняты. И то, что делает Европейский Союз, что делает США, и то, что делают такие юрисдикции, как Бразилия или Сингапур, определит то, как быстро индустрия будет расти, а также в том направлении, в котором мы пойдем. А сейчас, я думаю, пока говорить рано об этом. Я думаю, что многие смотрят на биткоин, как на страховой сертификат. И если мы укрупним картинку и посмотрим на то, что происходит в макроситуации, а также то, что ты упоминал об остающейся высокой себестоимости капитала, высоких процентах и инфляции, как на это смотрит корпорация? На этой неделе у нас было объявление о том, что Аженат Ялан очень озабочена ростом дефицита. Корпорации беспокоятся о дефиците. Следует ли им воспринимать биткоин, как страховой сертификат? Я думаю, что большинство корпораций погрязли в конкуренции с точки зрения производства продукции. У большинства компаний присутствует либо очень конкурентная рыночная среда, либо рынок услуг. Так что миссией номер один для большинства является создание самого лучшего продукта или услуги. Очень часто второй миссией для них является то, как я это сделаю эффективно. На заднем плане они постоянно меняют технологию, и как только появился веб, или когда появился интернет денег, они на это смотрят и говорят, сейчас здесь комиссия 2%, но могу ли я получить здесь 0,1% комиссии? И они откроют новую технологию для того, чтобы экономить деньги. Либо же они... Если мы, к примеру, возьмем КэшЭп, которая поддерживает биткоин. Это новая технология, обеспечивающая 10 миллиардов в год на продаже топового продукта и использующая дифференциацию в своей продукции. Так что дифференциация или экономия — это подход хороший. Но также со стороны баланса у вас есть целый набор финансовых действий, которые они осуществляют, отвечая на процентные ставки. Если процентная ставка приводит к обнулению, они меняют свой баланс. Когда процентная ставка взлетает до небес, компания движется в другую сторону. И, конечно же, они реагируют на действия акционеров. Если акционеры говорят, верните нам наши деньги с выкупом или в виде дивидендов, они вынуждены реагировать и на это. Но через все эти действия пробивается оранжевая волна. И оранжевая волна, конечно же, значащая биткоин, расходящаяся по рынку капитала, через десятки публичных компаний, являющихся майнерами, заходят через такие компании, как MicroStrategy, Tesla, Block, Coinbase. Они все интересуются в биткоине. Она распространяется почти по дюжине американских ETF. А сейчас у нас появляется ETF Гонконга, а скоро у нас появится ETF Австралии, а следом и в Европе. И по мере распространения всего этого, они увеличивают капитал. И по мере того, как их результаты обходят золото и S&P с облигациями, они попадают в заголовки, что вызывает их появление на выпусках CNBC, Bloomberg и Fox Business. Это, в свою очередь, начинает вызывать вопросы в умах финансовых советников, некоторых институциональных инвесторов. А они начинают говорить уже с остальными финдиректорами. Так что я думаю, что оранжевый прилив расходится все шире. Я думаю, что корпорации, а особенно публично торгуемые корпорации, будут стремиться оставаться на консервативной стороне. Но, скорее всего, мы начнем видеть институциональных инвесторов, двигающихся впереди корпораций. Мы будем наблюдать движение суверенных фондов впереди государств, а личные компании, двигающиеся впереди публичных. Но, знаешь, нет возможности остановить идею, чье время пришло. И успех этой идеи будет стремиться к тому, чтобы отхватить кусок капитала на рынке. Не зря мы его называем рыночным капиталом. Капитал стремится туда, где он может получить наибольшие прибыли, где может лучше процветать. Так что, по мере реалокации капитала и того, что это видит индустрия, а значит, окно Авертона смещается. Да, сообщество стремится к настоящим деньгам. Недавно, наступая на Киену, ты говорил, что это очень важно для корпораций принимать биткоин. Компания — это люди. Иногда вы видите лишь бренднеймы, логотипы, но это люди, а людям нужен биткоин. И мне очень понравилось высказывание, которое поддержал буквально каждый. Это был рассказ, где ты сказал, что биткоин для всех. Что бы ты хотел сказать в завершении, с точки зрения того, где мы сейчас находимся, и перед тем, как институционал, и зайдут на полную. Может, будет плавный переход перед резким, и может, что-то другое ты бы хотел добавить на этот счет. Я думаю, что, глядя на последние 15 лет, ты можешь сказать, что ж, с 2009 по 2020, это был период, когда криптоковбой с офшоров, безумных, диких времен, времени, когда, прежде всего, доминировала ситуация прединституциональная, предкорпоративная. Я думаю, что с 2020 по 2024 год были действительно безумные времена. У нас ведь был этот ковид, локдаун, нулевые процентные ставки. И вот в это время ты начинаешь видеть, как Фиделити на рынке стала гораздо более заметна. Фиделити вышла Coinbase, она стала публичной. Все биткоин-майнеры стали публичными. Майкро-стратеджи приняла стратегию по биткоину. И, знаешь, Square стал блоком, появился Cash App, вырос семимильными шагами. Tesla купила биткоин. Это было безумным переходным периодом, когда все даже не понимали, куда это все движется. В 2024 началась эра корпоративного принятия, институционального принятия биткоина. Сейчас это напряжение между тем, является ли это для корпораций, является ли это для институционалов, или же только для розничных офшоров. Этот феномен пришел к решению в январе, и к концу 2024-го все будет довольно понятно. Следующие же четыре года являются ранним периодом корпоративного и институционального распространения. Это период, когда BlackRock сможет пройти путь от ничего до обладания сотен миллиардов долларов в биткоине. Это борьба за то, кто будет обеспечивать ETF. И это является периодом, когда мы увидим, как некоторые крупнейшие банки, банки в Южной Америке, или, скажем, банки Европы или США, станут хранителями биткоина. Но кто из них и который станет лидером, мы узнаем к 2028-му. Это еще впереди. Так что это эра, которая покажет нам появление крупных корпораций, принимающих биткоин, в виде казначейского актива, для сохранения стоимости, и это будет становиться все более и более распространенным. Мы будем наблюдать появление 20, 30, 50, 100 компаний, хоть в коей-то мере связанных с биткоином. И я думаю, к 2028-му, с 2028-го, может быть, до 40-го, последние 12 лет, вот они станут годами чистого роста. Мы увидим, что уже все в какой-то степени работает. У нас будет 90-95% ясности по тому, как это работает, и это станут годами роста. Я думаю, к 2040-му биткоину исполнится 30 лет. И сейчас мы пока находимся на 15-ти, пока мы как бы в подростковом детстве. А следующие 15 лет переведут нас из тинейджерства во взрослую жизнь. Это будет как первые 30 лет развития интернета, верно? И вот с того момента эта индустрия станет растущей. Она будет довольно зрелой для обеспечения устойчивого взрослого. И тогда каждая корпорация будет рассчитывать на работу с ним, все его будут понимать, и он уже не будет таким безумным, экзотичным, сложным и все такое. Будет просто невероятным в то время вернуться обратно и посмотреть на то, как люди создавали, изобретали нужные приложения, создавали интерфейсы для взаимодействия компаний. Ты говорил, 333 миллионов корпораций по всему миру, типа того? В общем, очень много биткоинеров. Майкл Сейлор, большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok